Заседание Совета Депутатов 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 Надеюсь, что эта работа будет продолжаться со всеми вами. В первую очередь, наверное, Андрей Николаевич хотел бы, чтобы не только осуществлялся сбор средств на выкуп участков, за это очень переживает, мы тоже, но и чтобы все вы знали о таком уникальном историческом месте. Потому что я к своему стыду тоже до недавнего времени не знал, что здесь в 18 веке жила двоюродная бабушка Пушкина. И здесь находится захоронение, концентрация могил, 35 могил на одном участке. Когда я пришел на этот участок, я, конечно, был удивлен, что из-под клубники торчит памятник полковника Шемиота, который в Ямбургском уезде был первым лицом. О сохранении вновь выявленного объекта культурного наследия информация Белобородов Андрей Николаевич, директор фонда возрождения полковой церкви Сергея Святого Георгия Победоносца в городе Чудесепи Ямбург. Пожалуйста. Хочу выразить благодарность Александру Ивановичу за то, что предоставил такую возможность выступить перед вами. Когда мы с президентом исторического общества пришли на прием в главе, совершенно не ожидали, что наш вопрос вызовет такой живой отклик. Именно там находится фамильная площадка, на которой захоронены родственники Пушкина, которые проживали почти целый век на территории нашего района, тогда Ямбургского уезда. Там похоронено на данный момент 35 родственников Пушкина. На данном этапе это единственное в мире место, где упокоено такое большое число родственников Великого Поэта. И пушкинисты ставят это место в один ряд с псковским Михайловским и Нижегородским Болдином. То есть у нас поистине уникальное место, которое, к сожалению, на данный момент используется как частный огород. Посреди этого огорода находится памятник героя войны 12-го года, предводителю Ямбургского дворянства Павлу Леонидовичу Шемиоту. Другими плитами вымощены дорожки в военной части. Одна из плит была ступенью в солдатский туалет. На протяжении многих лет мы пытаемся спасти это место. Начинал эту работу еще мои учителяны, они, к сожалению, покойные пушкинисты, Тилетова Наталья Константиновна и Вадим Петрович Старк. Но перспективы усадьбы остались так же туманными, как и были. На данный момент имеется только одна возможность спасти вот эту часть фамильного погоста, 7 соток земли. Это выкупить этот участок из частной собственности. Год назад по инициативе Виктора Эвальдовича Гешеля был открыт счет для сбора средств. Это было апрель прошлого года. За это время в основном историческое общество Ямбурга Кингисеппа собрало порядка 50 тысяч рублей на выкуп этого участка. Нужно собрать 650 тысяч рублей, чтобы его выкупить. Причем он не будет просто выкуплен. Уже мы имеем очень тесные контакты с местными органами самоуправления, с Лучшеводской областью. Алексей Анатольевич Иванов помогает нам очень в этом вопросе. И вот благодаря его усилиям найдены даже люди, которые готовы произвести благоустройство этого места, безвозмездно произвести. И уже, собственно, осень этого года, при хорошем стечении обстоятельств, мы могли бы даже приглашать туда людей, которые проезжают в тот же самое Михайловское. То есть надо включать эту часть, этот погост и всю усадьбу музейкицировать и включать в пушкинские места. Кроме этого, конечно, нужно и работать на включение всей усадьбы в историко-культурный объект. Вот здесь было сказано, вновь выявленный историко-культурный объект. На самом деле, этот объект выявлен очень давно. Еще при Леониде Иче в 1982 году впервые этот объект был поставлен на учет. Но только вот два года назад вновь выявленный объект обрел уже непосредственно свой статус. Он стал памятником регионального значения. Конечно, это очень низкий статус на такого замечательного места, но мы довольны этим. Благодаря Александру Юрьевичу Грозденко, который в 2012 году был на территории усадьбы, удалось двинуть хотя бы немного с мертвой точки. Часть, вот эти особняки, которые на территории усадьбы находятся, они уже переданы в собственность региональную, но тем не менее земля осталась за военными. Этот вопрос Дмитрий Владимирович Варновских прорабатывает. То есть мы всесторонние пробуем сдвинуть этот участок, сдвинуть эту проблему с мертвого места, но, к сожалению, межведомственные барьеры оказываются сильнее. Ну и на данный момент самым серьезным вопросом стоит вопрос вот этого участка земли, где захоронены родственники Пушкина. Вот эти семь соток земли. Дело в том, что рядом вместе с этим участком находится другое кладбище, средневековое монастырское. Оно называлось Драганджи. Так вот, в 2012 году на этой земле был выстроен трехэтажный дом, прямо на кладбище, рядом, соседство с этим участком. И вот сосед хочет прикупить соседний участок для того, чтобы расширить свою территорию для дальнейшего строительства. Собственно, это и подстегнуло людей из исторического общества краеведов на то, чтобы заняться сбором средств по выкупу этого участка. Потому что допустить такого ни в коем случае нам нельзя. И я обращаюсь ко всем вам с просьбой помочь собрать вот эту сумму необходимую на выкуп этого участка. Мы обращались и к предпринимателям района через газету, но, к сожалению, пока кликнулось только историческое общество. Вот только то, что собрало историческое общество, у нас вот в активе имеется. 50 тысяч и 200 рублей мы собрали за это время. То есть нужно 650 тысяч рублей. Вероятно, возможен и какой-то торг, но вот я озвучил ту сумму, которую просит хозяин этого участка. 700 тысяч – это ведь всего лишь один участок получается. Сколько на нем находится захоронений, сколько еще останется других захоронений на чужих участках? У нас имеются все планы. Основные захоронения находятся на этом участке. И три сотки – это земля, близ дороги, принадлежащая Большелудской Волочке. Остальные участки находятся на кладбище Горожанка, о котором я говорил. Это тоже более древнее кладбище. И уже в XIX веке была частью усадьбы. Но они тоже на кладбище стоят. Но фамильные захоронения, вот этот церковный похост Михайловской церкви – это вот этот основной участок – 7 соток и плюс 3 сотки Большелудской земли. В 1974 год совхоз Кингисепский дал в арендное пользование эти участки земли для ведения садоводческих работ. Впоследствии произошла нелепая приватизация этих мест. Сейчас вот эти четыре участка, они входят в охраняемую культурную зону. Но была проведена историко-культурная экспертиза год назад, полтора года назад, крайне небрежно. И Департамент по охране памятников готов был вывести эти четыре участка земли из вот этой охранной зоны. Когда я об этом узнал, я срочно к Аноненко, к председателю комитета по культуре, приехал и спросил, что же они делают. Они крайне удивились, что там вот есть такое место, что там был повоз, что там были захоронения. Тем не менее, все это притормозили и таким образом эти четыре участка не вывели из этой территории и пересмотрели свои взгляды на этот кусок земли. Ну, идеально, конечно, это церковное место, чтобы это была церковная земля, чтобы были владельцы. Но вообще, я считаю, что владельцам должны быть три участника, не претендующие на раздел этого участка. То есть, совладельцы должны быть. Волость, город и, наверное, по всей видимости, приход, который будет там организован. Потому что в ограде, значит, этой территории находилась охрана, даже два охрана находилась. И часовинка там, и восстановление часовни запланировано. Алексей Анатольевич привлек очень серьезных людей, которые готовы произвести благоустройство. И Еврохим готов даже помочь в этом области. То есть, мы планируем поставить там общий памятник. Мы планируем оградить, как и была ограждена эта территория, оградой. И в ограде небольшая часовня. Это уже этим летом все возможно. Если будет решен вопрос с собственностью. Но, к сожалению, вот какие мои силы были, я их все приложил. К сожалению, никак мне не собрать больше вот той суммы, которая собрана. Поэтому, собственно, к вам, уважаемые депутаты, и обращаюсь, чтобы вы поспособствовали, помогли в решении этого вопроса. Значит, мы, как уже Андрей Николаевич сказал, посетили Еврохим и еще одну компанию в Петербурге. Они очень заинтересованы восстановить это место. И единственная проблема является, чтобы участок был в собственности, значит, исторического общества или в Петербурге. Ну и потом, это не просто вложение средств без, ну как бы нерентабельное. То есть мы рассчитываем, что это место будет посещать экскурсии. Ведь у нас есть в Ламбурге крепость, откуда видно, значит, эстонскую крепость Нарву. И наверняка какие-то экскурсии, которые едут по вот такому кольцу, могут заезжать в это место. И это будет определенным плюсом для Кингисепского района всего. Разговаривали мы в Новопятницком со старостами местными. Они очень тоже переживают за это дело и готовы всячески помогать. То есть получается, мы, если все встанем в одну упряжку, начиная от людей простых, старост, большевутское поселение, районный совет, городской совет, историческое общество, то, наверное, мы как-то доведем это дело до нормального завершения, что нам потом будет не стыдно перед нашими предками, перед нашей историей. И, конечно, удивительная ситуация сложилась, когда сами здания, усадьбы находятся в одной стороне, и вроде бы они числятся как историческое место и находятся в реестре Комитета культуры, а могилки остались в стороне. Поэтому их не заметили, наверное, и там разбили участок, который сегодня используется как-то земледелие. Вы год назад очень подробно по этому вопросу занимались, изучали его и встречались вместе с Викторией Владимировичем, и Комитет архитектуры принимал участие. Ну, вот как бы выход действительно один, поскольку так получилось. И это действие, произведенное немного лет назад, здесь ничего не отменить, и находится участок в частной собственности, то вот путь один его выкупить. А, понимаете, перезахоронение, наверное, это не выбор, потому что здесь важно вот само место. Самое место историческое. И спасибо нашим краеведам, и в частности вот Англии Голобородову, Вадимальску, которые сохраняют это для истории, для наших потомков, потому что эта вещь очень значимая. У меня два предложения. Первое. А нельзя ли договориться с хозяином и найти в Большеводской власти, или в городских каких-то, дать им другой участок? Им-то нужен только огород. Ну, во-первых, видимо, хозяинам это не нужно особо. А потом у нас нет механизма предоставления. Вы же знаете, предоставление участков, это конкурсная основа. В 903 году по указу царя-батюшки начали строиться народные дома по всему Санкт-Петербургскому уезду. И вот тогда одними из первых ямбургские купцы и городская община подхватили этот указ, и на собранные общиной деньги с меру понятия был выстроен народный дом. Так вот сейчас, находясь в начале 21 века, может быть, воспользуемся примером городской общины, и может быть, подтянем сюда наших купцов, и это будет хотя бы тем началом, когда можно вкладывать свои средства по копейщинам в общее достояние и на русскую. Наверное, мы должны все же подумать хорошо и сделать какой-то зачин. Давайте решим. У нас 22 человека. Если мы определенную сумму поставим перед собой задачу собрать эту сумму и внести, это будет хороший пример для районных депутатов, и дальше легче будет с людьми работать просто-напросто, потому что кто-то должен быть пионером в любом деле. Поэтому я предлагаю вам хорошо подумать. Не будем, может быть, брать обязательства, сколько мы будем собирать. Я бы, конечно, могла предложить, чтобы нам собрать 100 тысяч, чтобы было бы очень хорошо. Помощь была бы большая. Районные 100 тысяч, мы 100 тысяч, уже было бы 200. Почти половина. Дальше купцы, как вы говорите, то есть предприниматели. Нельзя все время на них все взваливать. Правильно Андрей Беловородов сказал, что самое тяжелое дальше будет строительство. Будут Еврахим, будут МИАшный завод, который строится, все время что-то требовать, просить буду, чтобы помогали. Но давайте мы начнем с вами, раз уж первое мы сегодня с вами, поднимаем этот вопрос. Тройное лицо, да, там город, приход и кто-то еще, я не помню. Так пусть они начнут, а мы поддержим. Так они уже собрали 44 тысячи. Собрал, это другое общество собралось. Тройное лицо, сейчас мы начнем. На то, что сказал Иванович Славов, это надо сделать. Единственное, чтобы все было, скажем так, последовательно. Я, например, первый раз слышу вот такую ситуацию. И вот из этого задела, я думаю, тогда машина вот эта заведется, и предприниматели подключатся. Будет идти через комиссию по социальной политике, да, а потом, как говорится, собранные деньги можно публично, как говорится, передать депутатам непосредственно вот в тот фонд, который, где они собираются. Вы, депутаты, как авангард, как самый сознательный, самый добросовестный, самый замечательный, вы эту инициативу делаете, да, вы эти деньги сдаете. Сейчас, что ли, давайте сдавать продюсер. Нет, ну почему, можете сейчас, можете потом, сейчас, Ольга Дитина соберет. Значит, деньги сдаем, обращаем, сами деньги сдали, обращаемся к районным депутатам. Районные деньги депутаты сдали, они обращаются к депутатам первого уровня. И вот вам, пожалуйста, пошла цепочка. Хорошо, что вы все об этом знаете и все понимаете проблему. И в развитии этой темы вам будет сегодня вручена Андрея Николаевича, Валентина вам раздаст книжки с копиями статей, которые выходили с прессом. Так что ознакомьтесь поподробнее. Расскажите всем своим родным, близким, все будут знать. А мы на районе советов, в своих советах поставим, так же безучастными не останутся вручевского поселения, тоже, я думаю, ни администрации, ни советских депутатов. О работе права крым-депутатов по пресечению распространения наркотиков на территории вручевского городского поселения за 15 лет. Уважаемые коллеги, так как я доведу цифры, итоги работы за 2015 год, скажу наркоситуацию и кто будет ответить на вопросы. В ходе работы за 2015 год сотрудниками 2-го межрайонного отдела регионального управления Федеральной службы по контролю за дорожным наркотиками по Санкт-Петербургу и Неградской области зарегистрировано 46 сообщений о преступлениях, возбуждено 38 уголовных дел. Из них по статье 228 это незаконное хранение наркотических средств и психопатровских веществ, по частям по части 1-й 3, в части 2-й 3 уголовных дел, в части 3-й 1 уголовное дело. И по статье 228 прим. 1, это незаконный сбыт наркотических средств и психопатровских веществ, по части 5-й 12 уголовных дел, в части 4-й, в части 4-й 10, в части 5-й 3 и в части 3-й действующие по первой варианты 2013 года два уголовных дела. Всего изъято из незаконного оборота за 2015 год немного, около 300 грамм наркотических средств и психотропных веществ, из них порядка 230 грамм наркотиков, героина 35 грамм, около 35 метадона, 6,5 грамм метанфетамина, 75 грамм гашиша, около 100 грамм и канабис, амирхуаны 14 грамм. И психотропного вещества, амфетамин, около 70 грамм. Значит, по административной практике составлено 40 административных протоколов и вынесено по всем ним постановление. Значит, это по статье 6.8 административного кодекса, это незаконный оборот, 4 человека, и по 6.9 незаконное потребление без назначения врача, 36 человек. Также 21 человек, возложена обязанность на 21 человек судами по, значит, это по 313-му федеральному закону, по прохождению, назначению принудительное лечение, прохождение диагностики, реабилитации и реализации. Значит, также сумма административных штрафов составила 160 тысяч рублей. Из них, значит, уже уплаченных по решению суда 38 тысяч. То есть, меньше, чем 1 третий. Ну и сотрудниками наркоконтроля, значит, нашими, несовершенных лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков за 2015 год, не выявлено. Вот если сравнивать, значит, в принципе, ситуация, это с 2014 годом примерно одинаково. Ну, все вы знаете, что прошли большие сокращения, значит, как и федеральная служба, и других правоохранительных органов. И, значит, вызывает определенные трудности. То есть, отдел является межрайонным, чтобы все знали, здесь находится, значит, месторасположение здесь. Хорошо, что это в городе Кангисеп. А так мы обслуживаем это Сланцевский район, Ломоносовский район и город Сосновый Бор. К сожалению, численность сотрудников недостаточно для, ну, в полном объеме, чтобы осуществлять борьбу с наркопреступностью. Ну, тем не менее, значит, вот за этот год, в сравнении с прошлым, я вам хочу сказать, что начали работать. То есть, лучше, я считаю, изъято за первый квартал уже около двух килограммов марихуаны. То есть, уже высушено наркотиков около ста граммов гашиша, ста граммов амфетамина, ну и порядка 15 грамм с героиной. Это дополнительное ужесточение наказания за это дело? Как в цивилизованных странах? Внесены предложения такого плана. То есть, понятие как наркопотребители, да, расценивается как люди, ну, то есть, подверженные, это больные люди, и политика государства направлена на их лечение. А ответственность будет ужесточаться именно у наркозбытчиков, то есть, люди, которые распространяют наркотики, избывают. Вот к этим людям, да, и так уже, в принципе, применяются суровые меры наказания. То есть, большие сроки даются, реальные сроки, поэтому вот так. А именно наркопотребители, ну, к ним будут применяться меры мудительного лечения. Люди, которые производят, что-то варят дома, какие-то там наркотики производят, есть такое или нет? Значит, вот именно в этом году выявлена лаборатория по выращиванию марихуаны. Улов реально скромный. 14 грамм марихуаны за год поймают, вы не отдаёте. В этом году уже изъято 2 килограмма. Скажите, пожалуйста, какие вот вы профилактические мероприятия по квартирам проводите, по выявлению тех людей, которые там занимаются? Я вам объясню, почему. Был вопрос, конечно, по ЖКХ направленный, и в том числе люди, значит, говорили, что там, ну, продают наркотики. Люди боятся говорить, кто и где в какой квартире, потому что они запуганы. Вот. Как вы проводите в этом направлении работу? Именно такими моментами тут эта задача органов внутренних дел, участковых, уполномоченных. Но мы всё равно эту информацию, значит, от людей, естественно, принимаем и проводим уже свои мероприятия, ну, соответственно, по устранению. То есть речь идёт о наркопритонах, да, которые, ну, в квартирах устраиваются. Это наше направление работы. А вообще наша задача, то есть, ну, больше выявлять вот наркозбытчиков, как бы, крупных. Взаимодействовать со школой, ну, с директорами и вообще какую работу проводить? Сейчас эту работу, ну, стараемся наладить. Я ещё, если честно, не взаимодействовал, вам признаюсь честно, но в планах, конечно, всё это есть, это необходимо. Вот вчера получил обзор, то есть на территории района, ну, значит, выявлены среди несовершеннолетних, то есть были в прошлых, в прошлые годы наркопотребители, поэтому сейчас эта работа будет налажена. Там на школьных участках, да, имени подходят и предлагают, хотите ли вы там потребить что-то. Что делать детям, что говорить детям, чтобы их от этого как-то обезопасить? Понятно, что невозможно, но... Ну, да, есть у нас служба в межверно-местном взаимодействии. Я буду ставить этот вопрос, чтобы их сотрудники, которые, в принципе, профессионально на это направлены, приезжали и, ну, проводили профилактические беседы, там, фильмы показывали и так далее. Ну, и работа с родителями, конечно, потому что, если такие существуют моменты, то есть, естественно, о них нужно сообщать, и мы будем принимать меры. А Кингисеппий, Кингисеппийский район обычно на городской области лидирует по разным показателям, а в вашей работе он не в лучших или в худших, как у вас, из четырех районов? Кингисеппий, да? Нет, Сосновый город. Сосновый город. Ну, город более обеспечен материально, есть возможность покупать более дорогие наркотики. Ясное дело, что за этим сном стоят серьезные люди, это понятно. Понятно, почему люди боятся в Кингисеппии об этом говорить, это тоже понятно. Но в любом случае, пожалуйста, дайте вот ваше видение и понимание, потому что этот вопрос нужно решать, как у нас в народе говорят всем миром. Да, я согласен. Значит, чтобы начала гореть земля у этих людей, во-первых, должна быть действовать та форма информационной защиты, те люди, которые отдают информацию, это понятно, да? Вот. Но комплекс мероприятий, какие мероприятия сегодня совместно с администрацией, совместно, так сказать, с общественностью, Кингисеппийского района, надо проводить, чтобы с этим злоу бороться. В работе Центра развития малого и среднего и патриотического рынка Бакамасовича Владимировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Тем отчетом, который был представлен, вы все ознакомлены. Данный отчет составлен в соответствии с муниципальными программами, по которым мы работаем. Сегодня мне хотелось бы посвятить отдельные мероприятия, которые мы реализуем. И хочу напомнить, что кроме городских полномочий, имеющихся вовремя районных полномочий по результатам деятельности, динамика, показатели у нас удовлетворительные, если вы посмотрели динамику показателей. Хочу обратить внимание на некоторые направления деятельности подробно. В частности, впервые на территории Кингисеппского района реализовывалось мероприятие субсидии, выдача субсидий начинающим предпринимателям, действующим менее одного года. Претендовать на данные субсидии могли физические лица, планирующие зарегистрировать свой бизнес индивидуальные предприниматели и юридические лица, кроме некоммерческих организаций. Предоставление выдачи данной субсидии предусмотрено муниципальной программой стимулирования экономической активности в Кингисеппском районе. Данное мероприятие реализовывается на условиях софинансирования. В муниципальной программе были предусмотрены средства в сумме 200 тысяч рублей. Из регионального бюджета на данное мероприятие мы смогли привлечь 554 тысячи рублей и из федерального бюджета 2 миллиона 216 тысяч рублей. Общая сумма субсидий составила 2 миллиона 970 тысяч рублей. Получили субсидии 8 субъектов. Данные субъекты внесены в реестр получателей поддержки. Реестр размещен на сайте администрации. Вы можете ознакомиться. Далее. Мы занимаемся достаточно серьезным направлением мониторингом розничных цен на продовольственные товары в торговых предприятиях, осуществляющих деятельность на территории Кингисеппского района. На том месте было высказано пожелание более подробно осветить данное мероприятие. Поэтому немножечко расскажу, что это. С августа 2014 года мы реализуем данное мероприятие. Оно осуществляется по поручению правительства Российской Федерации, по поручению правительства Градской области. Правительством Российской Федерации определены товары, 40 видов товаров, которые подлежат обязательному обследованию. Также определены торговые сети, в которых ведется наблюдение. Ранее мы фиксировали минимальную, максимальную цену за единицу товара, страну происхождения и процент роста или снижения к предыдущему периоду. В 2014 году мониторинг проводился ежедневно. В 2015 году мы перешли на еженедельный мониторинг. На данный момент мероприятие осуществляем ежемесячно, определяем среднюю цену и процент роста или снижения к предыдущему периоду. Если интересно, то могу сказать, что в ходе проведения мониторинга по состоянию на 28 февраля на 5% и более. В сетевых магазинах наблюдается увеличение средних розничных цен на муку пшеничную, свинину, молоко питьевую, рыбу мороженую и некоторые виды овощей и фруктов. Также, если есть желающие, я могу показать более подробно 40 позиций, оформленные в табличном виде, ознакомиться непосредственно с ценами и с процентным соотношением. В 2015 году мы начали оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем отправки отчетности в рамках заключенного соглашения об обмене электронными документами в системе электронного документа оборота Пенсионного фонда России по телекоммуникационным каналам связи через уполномоченного представителя. Данным видом поддержки на сегодняшний день воспользовались 44 субъекта. С 1 октября 2015 года, как вы знаете, территориальная налоговая инспекция прекратила прием документов на регистрацию индивидуального предпринимательства, юридических лиц, а также внесение изменений в учредительные документы, закрытие и ликвидацию. Прекращение приема документов послужило достаточно активному обращению субъектов нашего учреждения за разъяснениями, консультациями и оказанию помощи в правильном оформлении документов для последующей регистрации через инновационный центр и через отправку по сети интернет и личное посещение города Выборг. В настоящее время язморочная торговля достаточно важный вид торговой деятельности в стратегическом развитии Российской Федерации. И в нашем учреждении тоже является организаторами праздничных и сельскохозяйственных ярмарок. Также вами ведется активная работа с администрациями сельских поселений в реализации данных мероприятий. И вот 23 апреля будет проходить нашу традиционную сельскохозяйственную ярмарку. Наверное, вы все не знаете, мы вас приглашаем посетить нашу ярмарку. И я хочу сказать, что по итогам работы за 2015 год в нашем учреждении было отмечено грамотно на этом собрании, а также нашим профильным комитетом по реализации мероприятий в обвлечении молодежи в предпринимательскую деятельность. Данное мероприятие достаточно активно будет развиваться в 2016 году. И мы уже поделились имеющимся опытом реализации мероприятий и нашу группу клиентов с людьми для тиражирования и внедрения в других районах Ленинградской области. Хочу еще сказать, что вы, наверное, все слышали средств массовой информации о том, что очень много говорит и президент, и органы власти разных уровней о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Хочу сказать, что в рамках полномочий военных мест на своем управлении, в рамках 109-го федерального закона, на территории Киево-Мистепского района все виды поддержки, которые возможны, в законодательстве они осуществляются. Я хочу просто вас поблагодарить от имени нашего коллектива. Дело в том, что, наверное, все слышали, и поблагодарить раз уж об этом вопрос встал и депутат Городского совета, и Городскому администрации и работников за ту помощь, которая была оказана в поддержке, финансовой поддержке молодого человека, жителя нашего города, который проживает на моем избирательном участке. Это Павел Симашев, этот молодой парень, очень хороший во всех отношениях, перенес тяжелейшую, сложнейшую операцию, понадобилась финансовая поддержка, сбрасывались всем миром и фактически обращались к предприятиям, обращались им к населению, и удалось его поддержать финансово, сейчас он продолжает лечение, лечение дорогостоящее. Юлия Владимировна, большой молодец, остались на счет, поэтому спасибо огромное, работу пройдите очень большое. Я не лезу в здравоохранение, я не врач, я и в образовании, я не учитель, я предприниматель. Знает ли в центре, что у нас дошло до того, что таксисты привозя на работу, допустим, парикмахера, стрижется в счет поездки и так далее. У нас нет денег, нам нечем друг с другом расплачиваться. И, конечно, счастье, что мы хоть каким-то образом можем друг с другом рассчитаться, то есть я думаю, что мало кто об этом знает. Время необходима реальная помощь именно мелкому предпринимателю. Следует отметить, что президентам поручено дать зеленый свет малому бизнесу. Тем, кто решил открыть свое новое собственное дело и зарегистрироваться, зарегистрировать предпринимательство. Нужно давать медаль за мужество. Но при этом не стоит забывать о тех, кто уже давно и без помощи государства создал свой маленький бизнес. И все эти беспокойные и трудные годы пытается выжить. Вы хоть можете себе представить, какую аренду мы платим? Помещения настроено много, однако их аренда неподъемная. И в заключении. Нам помогите не загнуться. Собирайте предпринимателей, говорите с ними о проблемах, ведь это тоже ваша работа. Выходите с нами и нашими проблемами в правительство. Оказывайте поддержку в разрешении возникающих проблем. Проблемы бизнеса малого и среднего, они всем известны, все о них прекрасно знают. И может быть, конечно, это выступление в какой-то степени даст возможность задуматься по этим вопросам еще с новой стороны. Не зря мы говорим о том, что малый и средний бизнес это не девушка в юбке или не мальчик в штанах, которые надо поддерживать. А малому и среднему бизнесу нужно давать просто соответствующие условия для развития. На сегодняшний день, если говорить о нашем институте, который функционирует, центр малого и бизнеса, который осуществляет свою деятельность, он осуществляет свою деятельность в рамках, коллеги, а вы у нас законотворцы, законодатели, в рамках действующего законодательства, которое регламентирует данные правоотношения. И не может сегодня руководитель... Вы правильно сказали, что здесь вопрос не в руководителе, а вопрос в той системе действующего законодательства, которое сегодня определяет, каким образом функционирует бизнес в Российской Федерации. Наводят куда-то туда, а в другие города. Это специалисты готовятся за государственные деньги. Получается, для большого бизнеса широкая дорога. А для малого предпринимательства ничего. Тогда, пожалуйста, это тоже включайте. Я все время говорю, пусть платят налоги за подготовленную... Вот принимают на работу, закончил колледж, так, пусть платят налог какой-то. Вот и все. Тогда хоть какая-то бы отодать. Поддержки малого бизнеса к вашему предложению какое отношение может иметь? А вот вы видите, что на федеральном уровне у нас. Нужно думать о том, что Центр поддержки малого предпринимательства, он оказывает, значит, поддержку предпринимателям по субсидиям. Так вот, до каждого предпринимателя, Центру малого предпринимательства, нужно донести, что имеются субсидии во многих направлениях. И чтобы в этом направлении наши предприниматели работали. Вот, ну, я считаю, что это главная задача. Это главная задача. Малое и среднее. Умный рай. Ты услышишь меня? Может быть, все-таки... Я не готов речь. Мы реально топчемся на месте. То есть я читаю на сайте господина Плюшко, что сайт, ой, сайт, Центр оказывает, господи, субсидирует часть затрат, связанных с выставкой наших товаров на зарубежных рынках. Господа хорошие, что мы производим? Мы не хотим, чтобы устреляться на зарубежных рынках. Мы... То есть какое-то королевство кривых зеркал. Отчет блестящий, отчет шикарный. Но мы немножко не об этом разговариваем, на самом деле. Мы топчемся в аркупе такси и торговли. Рядом огромный европейский рынок. Тот-то торгует с Европой, тот-то что-нибудь возит. Какие новые производства у нас начнут? Что может сказать сегодня руководитель этого учреждения, если это не касается... То есть это не ее компетенция? На самом деле это проблема всей вообще государственной системы, как организована там поддержка малого, как строится у нас там налоговая там система. На самом деле Татьяна затронула это живые вещи, но они не все относятся, безусловно, к Юлию Владимировну. Но что касается лично моего мнения, то я знаю предпринимателей, которые получили субсидии. Лично я через их комитет, учреждение, участвовал сам в Санкт-Петербурге в грантах. Порой предприниматели сами не активны. И здесь уже опять же вопросы очень для новой дискуссии. Я могу сказать, что нам и форма отчета, и графики, приведенные в ней, и цифры, понравились. И работа, по большому счету, в этом отчете видна. То, что у нее прописано в уставе, тем она и занимается. И судя по, опять же, торговле за границей, я вас уверяю, если у кого-то есть продукция, которая может попасть за границу, они ее туда засунули. Через средства массовой информации, газета «Восточный берег», газета «Время» на интернет-порталах, информация регулярно вывешивается, ежемесячно. Когда начинают работать комиссии по приему документов в Санкт-Петербургах, мы точно так же извещаем. Плюс делаем еще рассылку по электронным адресам, по базе которой у нас имеется. Поэтому, на мой взгляд, информированность, она достаточно хорошая. Другое дело, что, возможно, они все воспринимают данную информацию. В прошлом году можно сказать, что мы просто ходили и просили субъектов поучаствуйте в конкурсе, получите деньги. Есть определенная часть предпринимателей, которые считают, что это все миф какой-то, и поддержку получить невозможно. На самом деле это неверное представление. Есть предприниматели, которые считают, что слишком много и объемно для них выполнить эти требования, собрать тот пакет документов, который необходим, потому что покажут субсидии. Если вы посмотрите порядки около 2,5-3 листов А4, то, что нужно представить на каждую меру поддержки. Плюс есть еще временные промежутки, когда нужно либо очень быстро собрать документы, либо их подготовить и ждать, когда начнет работать областная комиссия. Посмотреть, в каком состоянии на сегодня у нас находится это газовое оборудование и нет ли у нас проблем здесь, на что мы должны обратить внимание и что исправлять, и кого, как говорится, просить об этом. Вопрос чисто информационный. Для ознакомления информация на Павлоне, в том числе информация, которую мы собрали за этот период по всему городу Геннекси, по всему району в целом, это организации именно обслуживания внутри домового газового оборудования и в том числе и внутри квартирного. То есть, специфическая информация вам также направлялась в табличной форме. То есть, какие предприятия в настоящее время обслуживаются, каких управляющих организаций, когда можно. Я не знаю, надо сейчас рассказать поподробнее, что такое, как ВДБУ, как говорится, и так далее. Вы лучше скажите, вы же, что, как говорится, руку на пульсе держите, вот те вот трагические события, которые были, мы же партийны с главами, взрыв газа и все прочее, у нас как обстоят дела? Насколько у нас это? В районном мониторе, в принципе, показалось, что довольно ситуация хорошая, можно сказать, в отношении, не знаю, что я не так сравню, но всего квартиры у нас в городе Кингисеппе, к примеру, 19, 1800 одна квартира. Это с которыми должны были договоры заключены быть. Из них не заключено на сегодняшний день 1224 квартиры. То есть, всего 16%. А то почему это еще? Ну, скажем так, обязанности не все собственники желают исполнять. Но, тяжело понимая свою ответственность, она поднимена различными постановлениями, документами нормативными. Тем не менее, до, так сказать, непосредственно собственника расключаться у газовиков или управляющей компании не получается. Ответственность вплоть до отключения газа. Это тоже очень сложный вопрос на квартирном доме выполнить. Вы сами понимаете, что отключить именно одну квартиру, не попасть в нее надо. Также соблюдая все действующее законодательство. Возможности в полагации дальнейшей. Надо что-то и нам думать по этому вопросу. Это серьезно. Зарядился порция оптимизма от Евгения Павловича, на самом деле. То есть ситуация тревожна достаточно, и вы очень точно подметили. То есть те социальные квартиры или неблагополучные, в принципе, у нас нет инструментов подключить. Надо выключать весь стояк и весь дом. Так, Петербург? Ну, значит, надо выключать весь дом. То есть нам нужно эти вопросы выработать. И то, что у нас нет или не было взрывов или там не штатных ситуаций, это только воля случая. Нам пока везет. Это не за горами. Везет. То есть фактически, если ваш сосед запил и открыл газ, а в это время пришли к нему позорные двери, он говорит, не открою, потому что не хочу, грубо говоря. Или пришли также с Межрайгаза, звонят в дверь и говорят, мы хотим заключить договор на обслуживание. А он говорит, я не хочу вам открывать. Межрайгаз молча уходит и ничего с этого не может. С удовольствием на это пойдет и откроет квартиру, пустит туда и разрешится поставить счетчик. Если есть такая возможность, установить счетчик, как в Питере делается, они приобретают сами счетчики, приходят, ставят, регистрируют, все поставили, забыли. И все, пошла плата, пришла 15 тысяч рублей в лайк. Если таким образом поступить у нас, мы этих трех тысяч избавимся быстро. Любой понимает, что по счетчику мы платим 10-20 раз меньше. Поэтому это любому бомжу, тем более нормальным людям, это вы. Поэтому попробуйте и так вопрос решать. Вся, весь Несепский район, город Несеп, смотрит на вы. То есть вы должны, вы должны, значит, вот этот вопрос проработать на своей комиссии совместно с коллегами, таким образом, чтобы подумать, что мы можем предложить сегодняшний день высшестоящей власти, с какие вопросами мы должны сейчас обратиться к губернатору, с какие вопросы мы можем сегодня обратиться к нашему депутату Дмитрию Владимировичу Горновских, к депутату законодательного собрания. Вот у меня два вопроса возьмут, вы можете их на следующую поиску включить, я заранее хочу их озвучить. Первый вопрос – это собачий беспредел, который творится в городе. Сейчас вот снег сошел, особенно на детских площадках, особенно на школьных территориях. Как будто нет, больше у нас, как будто Питер, как живет Питер, там действительно негде разгуляться с собаками. А здесь у нас возможностей много, и лесопарков, и зоны, и прочее. То есть что творится, непонятно. То есть законы все придуманы, надо как-то заставить административных работников исполнять. И второй вопрос, я не буду углубляться, просто тему мы подаем, как-то продумим. И второй вопрос – курили в общественных местах. То есть, вот вечером году мимо, окей, малолетки стоят, человек по 10, по 20, прямо с центральной двери, курят, там черт знает что творится. Вот это, конечно, очень не украшает город, и не разрушает его. Поэтому вот два вопроса, как-то надо обсудить серьезно, и доставить администрацию. В этом вопросе, правда, законы у нас есть, которые могут, так сказать, решаться и поправить ситуацию. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ